всем привет дорогие зрители и подписчики продолжаем играть в масс эффект давненько его не был на канале на канале уже давненько чего-то не было ну не считая последнего стрима который вышел через одно место но неважно так хочу сразу объяснить я просто вернулся в игрушку очень такую интересную их онлайн называется болин какая же она время затратное да но что-то захотелось мне снова в нее поиграть покайфовать так что извините друзья если вы долго ждали долго ждали моих летсплеев а я и а я задрел в какую-то херобору до херотень ладушки неважно давайте короче продолжим в прошлой серии мы на цитадели выполняли задание нам у дина заблокировал вылет совет нас не слушает что здесь жнецы замешаны вот они просто думают что сарна во всем виноват само собой как иначе сейчас нам по моему нужно как раз таки и поговорить с андерсоном с капитаном капитаном андерсоном чтобы что-то там придумать чтобы как как-то улететь со станции давайте почетче задание вспомним обратный отсчет властелин наверно но на вере карантин чё за вере карантин доктор коэн сообщил вам что несколько а это то задание которое я не выполнил но его не нужно выполнять вернитесь к коэну вы получили лекарство отдайте его доктор коэну ну само собой так как где наше основное задание видимо у нас пока нет основного задания а нет есть вот она что-то я тупанул поговорить с андерсоном капитан андерс андерсон ждет вас в клубе сверхновая который находится в жилых секторах он может помочь вам покинуть старой вот такие дела сейчас убедимся что у нас на цитадели ничего не осталось найдите доктора солиона гарус сообщил вам координаты места где в последний раз был замечен корабль доктора солиона отлично так 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 цитадель фанат что может быть плохого в разговоре с ним ничего но мы вроде с ним говорили или нет просканируйте хранители вот это задание оно такое себе тут надо просто 21 21 хранителя просканировать но я не помню где стоят все эти хранители ничего особенного по сюжету это ничего не имеет значения так ну разве что мы узнаем что эти хранители или уже узнали хранители постоянно ремонтируют станцию сами по себе тут ходят им типа никто не не должен мешать потому что они единственные кто знает как эту станцию отремонтировать как я понимаю протеанские диски с данными траверс дипломатия зари все все идем к капитану андерсону чётенькая так в сверхновой сверхновая подождите дать еще раз печатано там может регион указан который находится в жилых секторах вот в жилых секторах полетели и сегодня ребят еще ловко выйдет и свтор наверно если сил хватит на три серии вот так что всех порадую надеюсь ему только что дали по голове и он такой встал отряхнулся и теперь стоит рядом с охранником а кстати это элайс киллер это тот самый фанат у меня они проблемы и мне нужна помощь того кому в частности не безразлична судьба человечества какой проблеме идет речь конечно сразу к делу вот почему землян лучший флот во всей чертовой галактике меня зовут элайс киллер я провожу переговоры в интересах альянса в частности у меня скоро должна состояться очень важная встреча с скажите что вам нужно я хочу чтобы вы купили мне стимулятор умственной деятельности он легален но его продажа ограничена свой месячный лимит я уже исчерпал но мне нужно еще купить его можно в медклинике киллер у вас проблемы вам нужно лечиться наверное со стороны это так и выглядит но это всего лишь частный случай который не повторится все ведущие переговорщики употребляют стимуляторы в максимально разрешенных законом объемах таковы правила игры чем так важна эта сделка соларианцы хотят заключить долгосрочное торговое соглашение на кону миллиарды кредитов частности если я не приму препарат мой помощник возьмет все на себя и провалит сделку это будет настоящая катастрофа вам нужно больше доверять своему помощнику разве не вы его обучали мой помощник хочет прогнуться под расы который входит совет цитадели он хочет показать им что мы мыслим здраво ни одна из раз не будет уважать нас пока мы не покажем им кто здесь главный турианцы в частности так всего и добились к черту моего помощника так блин а где мои ответы которые здесь были ничего заново диалог прокручивать кофе выпей братан на эти стимуляторы давайте еще раз тогда зададим вот это и пропустим все ведущие переговорщики употребляют стимуляторы в максимально разрешенных законом объемах эй чё ой сорян значит это плохая игра дружище кофе выпить я не замечал чтобы все ведущие переговорщики умоляли помочь им превысить законную дозу киллера наверное в ваших словах есть смысл я хотел сделать людей сильными и видимо зашел слишком далеко вот что я вам скажу я приму препарат последний раз после этих переговоров в частности я отправлюсь на лечение нет вообще-то все прямо сейчас нужно отправляться на лечение вы не окажете человечеству никакой услуги если получите передозировку во время переговоров отправляйтесь лечиться прямо сейчас вы что не понимаете я нужен человечеству а мне нужен стимулятор без него я я сам уже не знаю я так устаю без него мне нужна всего лишь еще одна доза вы говорите как наркоман киллер как мне еще вас убедить вы правы я я скажу своему помощнику мне не следовало так работать я буду лечиться жаль что до этого дошло на валёк отправили братишку на лечение возможно выживет или сейчас прям день за углом дозу себе херячет а ты чё хочешь шелф шелф почему вас выставили оттуда не понимает что я делал он решил что я жульничаю я знаю дорого если он говорит что вы жульничали то так и было я просто немного направил удачу в свою сторону это был эксперимент я все еще думаю что вы жульничали может и так но это устройство всего лишь симулирует игровые ситуации и записывает результаты записывать проигрыши легко никто не обращает на них внимание зачем вам записывать результаты аааа в этом то вся соль последние пять лет я работал над системой которая позволяет с точностью предсказывать выигрыши и поражение в квазаре мне нужно лишь ввести еще немного данных о выигрышах и алгоритм будет закончен а это законно ею можно пользоваться пользоваться моей системы незаконно но я и не буду ей пользоваться я ее продам мне нужно записать еще пару выигрышей ты не будешь пользоваться но зато продашь ай ладно лучше я испытаю удачу традиционным способом не люблю читеров ну как знаете ладно мне нужно сверить расчеты до свидания пока не люблю читеров хотя раньше я ему помогал так квазар это кстати вот здесь автоматы где-то стоят я могу в них поиграть а ты кто такая дожди можно даже попробовать заработать немножко деньжа на этой штуке для игры необходима ставка в 20 кредитов вы должны набрать не более 20 очков выигрыш 14 и меньше 0 кредитов 15 5 кредитов 16 10 кредит 17 20 кредитов 18 25 кредитов 19 30 кредитов 20 40 кредитов 21 и больше 0 это типа двадцать одно такое хе-хе-хе играть blackjack добавить а ну да это двадцать одно ну лучше вот так наверное пробуем пробуем блин шесть ну вообще много а сколько ходов то попробуем вот так надо больше какой 8 давай какой один давай о 13 нормально 13 и сейчас вот здесь давай 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 17 так сумма выигрыша 20 кредитов но я 20 кредитов поставил ммм ммм четверку не добавишь мы превысим типа 21 нельзя это у них свое особенное 21 рискнем давайте может выпадет двоечка троечка единичка лучше двоечка лучше троечка блин хе-хе выход вот такая игра почему из нее не сделали карточную как из гента хе-хе-хе здравствуйте добро пожаловать сверхновую здравствуй девочка здравствуй так посетитель я вообще-то тут жду кое-кого ладно жди хочу потанцевать ну ладно видимо нельзя а ты кто эй приятно видеть тут человеческое лицо да так 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 неплохой клуб неплохой вид из этого клуба да здесь бы вот вместо этой террасы бассейн и вообще было бы шикарно блин цитадель красавица так капитан сэр сэр хорошо что вы пришли шепард я слышал что случилось нормандию заблокировали да я в курсе только я не смог вас предупредить не было никакого способа передать вам сообщение до посадки я понимаю вы сейчас в бешенстве но деваться некуда они думают что все уже позади но мы то знаем что это не так вам нужно лететь на ил нельзя чтобы саран воспользовался каналом незамеченным пролететь в системы термина я могу только на одном корабле но он намертво заблокирован здесь цитадель заблокировала управление нормандией но если отменить команду блокировки можно вернуть корабль к жизни вы окажетесь в системах термина до того как вас хватится если мы украдем нормандию и улетим отвечать за все придется вам а если саран найдет канал то жизни какой мы ее знаем придет конец пожинатель уничтожат нас людей азари всех остановить его только в ваших силах шепард поэтому я сделаю все возможное чтобы вы улетели на нормандии с этой станции и каков же план я могу разблокировать нормандию с одного из терминалов в центре управления цитадели у вас будет несколько минут прежде чем кто-то поймет что происходит но это закрытая зона с вооруженной охраны как вы приберетесь мимо охране это моя забота главное будьте на борту нормандии когда я сниму блокировку должен быть другой способ приказ о блокировке корабля отдал посол удина если взломать его компьютер то возможно получится его отменить вряд ли он так просто позволит вам ворваться к нему в кабинет и взломать компьютер надеюсь его там не будет в противном случае я что-нибудь придумаю у дина этого вам не простит капитан вас обвинят в измене а она карается смертью у нас не богатый выбор я проникну в компьютер посла или попытаюсь пройти мимо охранника в центре управления ну любого выбора здесь одинаковые считаю последствия так что компьютер посла пусть взломает может тогда дело за минут чтобы скрыть как это произошло у вас больше шансов получить доступ к компьютеру посла я надеялся что вы так скажите посол замешан в этом лично ну что готовы рвать когти со станции капитан готов пока нет давайте рвать когти и еще как готов я займусь блокировкой а вы отправляйтесь на нормандию и скажите джокеру чтобы был на готове так я хотел еще с этим фанатом поговорить я вроде с ним разговаривал но что-то а ты Дженна вернулась к прежней работе спасибо что вытащили ее из логова коры всегда пожалуйста да похоже все рады тому что она вернулась у вас не слишком радостный голос хорошо что она ушла из логова я просто забыла о том что это такое постоянно иметь ее под боком с тех пор как она вернулась мне ни разу не дали стоящих чаевых хехе 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 ёппра сады чаевых не дали здорово братан надо разыгрывать из себя глупышку тогда будут давать чаевые постоянно я уверен мужики они такие сволочи Им нравятся глупые бабы. Конечно. Я патриот, мистер Сарацино. Можете рассчитывать на мой голос. Мне приятно это слышать. Мы не можем допустить, чтобы события на Шанси повторились. Раз уж вы согласились отдать за меня свой голос, может быть, выступите публично в поддержку моей кандидатуры? Поддержка первого человека, принятого в состав Спектр, была бы просто неоценимой. Конечно, поддержу, короче. Расистов. Ну, как бы расистов. Вроде просто за людей выступают и все. Нам нужно больше политиков, у которых хватает смелости бороться за права землян. Прекрасно. Мои люди с вами свяжутся. Не беспокойтесь, мы все уладим. Спасибо, что уделили мне время, капитан. Не забывайте о Терафирме на выборах. Ведь Терафирма помнит о... Терафирма. Ну, для людей превыше всего. Надеюсь. Терафирма. Так, а куда мне... Куда мне по основному заданию-то? Сваливаем отсюда, да? Так, подожди. А где фанат мой? Это был не фанат. Фанат, наверное, в другой комнатушке. Долой миротворцев! Что-то кого-то я не того поддержал, походу. Это мне еще аукнется. Так, я не помню, он здесь обычно стоял. Ладно. Так, журнал. Куда мы там дальше? Отправились на Ил. Все, все, летим. Идем, точнее, к этому кораблю своему. Так, вроде... Куда-то к СБЦ мы должны попасть. Назад, жилые сектора. Вот сюда. Так, на этом лифте, наверное, едем наверх. Давайте проверим. Не помню, какой из них. Гарус, не жалеете, что ушли из СБЦ? Сражаться с мятежным спектром, спасать жизни людей и при этом не соблюдать никаких правил тут явно лучше, чем в СБЦ. Это точно. Лучше сражаться, чем доверять спасение всей галактике кому-то еще. Бэдэс. Гарус. Гарус вообще клевый чувак. Да, твою налево, не туда приехал. Или туда, блин. Я уже не помню, как попасть-то к Нормандии. По-моему, на одном из этих лифтов. Сейчас спустимся, проверим. Извиняюсь. Только встал, блин. Зеваю еще трохи. Саран был одним из самых уважаемых турианцев в галактике. Как вы будете сражаться против него? Саран либо предатель, либо безумец. Если мы его убьем, это поможет турианцам вернуть свое доброе имя. Говорите это почаще, особенно людям. У нас сейчас много недовольных. А Шепард стоит, молчит и просто слушает. Так, ну я надеюсь, что это вот этот лифт. Альянс сообщает, что вторжение гетов в скоплении туманности Армстронга было отражено. Геты понесли большие потери. На случай нового появления гетов Альянс планирует усилить военное присутствие в этом районе. Какие же замыленные лица в этой игре были, а? В то время. Но по-другому, видимо, было никак. Чтобы график оказался поприятнее и замылили здесь все. Так, выходим. Тут где-то, кстати, был момент, мы должны были спасти какого-то камикадзе. Вы просканировали этого хранителя? О, просканировали теперь. Странно, может мы еще вернемся сюда? На цитадель. Просто я помню, что здесь кто-то пытался себя убить. В одном из прохождений моих Группа высадки приготовится. Идет... Андерсон, что вы здесь делаете? Вы по лицу, по лицу! Ха-ха-ха, хорош! 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 Блин, Шепард что-то сказал, но не озвучили. Вот он русский перевод. Хе-хе-хе-хе. Че-то лагануло сильно. Блин, я аж испугался. Андерсона Кудини. Хе-хе-хе-хе. Мудилка заслужил. Пинок по роже. Так, ладушки, че будем делать-то? С командой будем говорить, не будем, интересно. Ну мы в стелсе, нас никто не видит, можно, наверное, походить. Давайте. Ты кто такой? А, ты охранник. Честь отдал? Молодец. Командор на борту, Гайз. А ну, все встали и честь отдали. Ах ты чёрт! Погоню не видно? Я-то надеялся, совет пошлёт за нами хоть пару кораблей. Мне так хотелось испытать Нормандию. Заставить красотку попотеть по-настоящему. Сарен всё ещё на свободе. Скоро у нас появится шанс поиграть в прятки с Властелином. А что-то у вас голос не очень весёлый, когда вы об этом говорите, капитан. Да, так вам нужно что-нибудь? Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Погони не видно. Всё нормально. Ну это потому, что у Дина в отрубе. И все думают, что приказ был законный. Я так понимаю. Так, давайте сначала спустимся вниз, там поговорим с Гарусом и с Эшли. Эшли. Капитан. Поговорим позже, Уильямс. Так, диалогов, похоже, нету. Видимо, с Джокером только можно было. Не верится, что мы похитили Нормандию. А нет, всё-таки есть. Порискованно. Но надеюсь, оно того стоит. Всё будет хорошо, Гарус. Просто будьте на готове, когда мы найдём Сарена. Да, капитан. Да, сэр. А ты ещё скажешь, похвалишь? Похитить корабль Альянса рисковое дело. Я надеюсь, вы знаете, что делаете, Шепард. Я не настолько сошёл с ума, как все думают. Иногда сойти с ума лучший выход. Надеюсь, нас цапают не раньше, чем мы доберёмся до Сарена. Мы разделаемся с ним вместе. Только бы нам сейчас не помешали. До встречи, Рекс. Шепард. Шепард. Так, а чё скажет наша пассажирка? Пассажирка. Мы беглые преступники. Вот это приключение, Шепард. Интересно, что совет с нами сделает, если мы попадёмся? Нормандия. Лучший корабль флота. Нас не догонят. Надеюсь, вы правы. Нас не догонят. Нас не догонят. Да. Тату. Мне нужно идти. Увидимся. Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она. Мы угнали корабль, мы теперь пираты. Походу, да? А чё Лярест скажет, интересно? Ну, у нас остался, в принципе, последний компаньон, так что давайте заглянем. Кхе-кхе. Узнаем её мнение. По поводу угона корабля. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ой, спасибо. А, ноль панцелинчика. Спасибо. 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 Капитан Шепард, надеюсь, вы пришли не с проверкой? Хотел убедиться, что у вас всё в порядке. Мне так неловко из-за того, что случилось. Вы отнеслись ко мне по-дружески, а я решила, будто за этим стоит нечто большее. Это моя ошибка. Но я всё равно хочу быть вашим другом. Давайте просто забудем об этом инциденте. Считайте, я уже забыл. Да-да, так будет лучше. Вы что-то ещё хотите у меня спросить? Мне пора. До свидания, капитан. У неё нет мнения. Блин, как же она, когда мы заходим, слоумок какой-то начинается, и свет такой, типа, сексуальный подтекст какой-то имеется. Как будто пивовары хотели, чтобы с ней мутили, а не Сэшли. Ладушки, так, а ты чё скажешь? Ничего не скажешь? Штурман Пресли. Мы же только что корабль угнали. Поверить не могу, что мы похитили Нормандию. Сейчас всех ждёт трибунал, если ничего не выйдет. Чёрт, но мне нравится эта авантюра. Не волнуйся, тебя трибунал не ждёт. Я твой командир. Ты выполнял приказы. Не более того. Поступило сообщение. Соединяю. Капитан, только что вы перебыл сюжет мисс Альджелани о вас. Я согласен не со всеми вашими высказываниями, но вы, по крайней мере, привлекли её на свою сторону. Надеюсь, это не повредит нашим отношениям с Советом. Это передача этого самого Адмирала Хакета, что ли? Это его голос. Я лишь сказал ей то, что она хотела услышать, сэр. Для вас так было удобнее. Но наши союзники могут счесть иначе. Однако есть ещё кое-что. Цитадель пытается преуменьшить проблему Сарена. Не хочет подрывать репутацию Спектра. То, что вы упомянули о нём, было неудобно, Совет. То, что Сарен убивал людей на Иден Прайм, вот это было неудобно. Я на вашей стороне, капитан. Помните об этом. Я просто передал мнение командования. Не буду вас задерживать. Пятая флотилия, конец связи. Ну, Адмирал хакит на нашей стороне. Это хорошо. Это хорошо. Так, ну, подождите. Наверное, сейчас полетим по второстепенному заданию. Мы уже долго записываем. В следующей серии уже погонимся за Сареном. У нас там есть какое-то второстепенное здание от Гаруса причём. Хочется его выполнить. Вы следите доктора. Какого-то там. Гарус сообщил вам координаты места, где в последний раз был замечен корабль доктора Саллиона. Отправляйтесь в систему Гершеля в пределе Кеплера. Если кто не помнит, что за доктор Саллион, я только что сам вспомнил. Чувак, короче, кромсал людей на органы. Вот. Ну, буквально потрошил. Потрошитель. В какой системе? Отправляйтесь в систему Гершеля в пределе Кеплера. Система Гершеля в пределе Кеплера. Найти бы ещё этот предел Кеплера. Вот он. Кхе-кхе. Для разминки перед погоней за Сараном, конечно, сделаем это задание. Тунгель. Кхе-кхе. Крупная планета земного типа, размеры которой почти в два раза превышают размеры Земли. Плотная атмосфера Тунгеля содержит азоты и этан. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит большей степенью из железа. Имеются многочисленные залежи тяжёлых металлов и радиоактивных элементов. Планета является настоящей минералогической находкой. Круто. Матол. Ни одна из предпринятых попыток составить карту Матола не была успешной. Для небольшой, по обычным меркам, скалистой планеты Матол обладает очень плотной атмосферой, состоящей из углекислого газа и аргона, и содержащей необычное много водяного пара. окей. Планета земного типа средних размеров, имеющая мутную углеводородную атмосферу. Поверхность состоит большей частью из хлоридов, залежи углеродов в жидком и твёрдом форме. Круто. Белая звезда, очень горячая, похоже. Есть ещё планета, не? А, понятно. Так, а, есть вот это, клугон какой-то. Водородно-гелевая атмосфера клугона имеет яркий изумрудный оттенок благодаря присутствию хлора и ионизированных газов. У планеты около 100 спутников. Ни хрена себе. Откуда? Фиделя. Фиделя. Модульный транспортный корабль класса Коулун, разработанный землянами. Помимо стандартного грузового отсека, на корабле имеется несколько модулей для биологических исследований. Частное лицо владелец доктор Эрхарт. Так, Гару соберём. Это он хотел с ним подраться. И возьмём, наверное, Лиару для биотических навыков. Да, вот так. Чё? Подтвердить. Поехали, найдём доктора и распотрошим его. Дайте мне нормальную валыну. Здесь нет прохода? Окей. Кто на папу? Алё. А тут геты. Тут геты, пацаны. Ой, то есть, это не геты, это эти, как их, хаски. Чё хаски делают тут? Мне кажется, этот доктор работает на... на властелина. Лежать. Так, готовы, голубчики. Аккуратненько, аккуратненько. ненавижу хасков. А в следующих частях игры, когда мы до них доберёмся, там хаски будут ещё более проворными. Им физику подрисуют, они будут чётенько так налетать на вас. На меня, точнее. Так, тут нельзя пройти, тут можно. Ладно. Спасибо. Спасибо, что спасли меня от этих. Капитан, это он, доктор Саллион. Что? Меня зовут Харт. Доктор Харт. Прошу вас, заберите меня отсюда. Вы уверены, что это он? Так точно. На этот раз вы не убежите, доктор. Я бы вырезал вам все органы, да жаль, некогда. Вы сошли с ума. Он сошёл с ума. Пожалуйста, не дайте ему это сделать. Я играю за злого Шепарда. Ну, как злого, справедливо. Придушите его и продолжим, наконец. С удовольствием. Ваше время истекло, доктор Мясник. Нет! Пожалуйста! Пожалуйста! Теперь я удовлетворю. А почему я стрелял? Хорошо. Запомните это чувство. Так и должно быть. Хорошо, капитан. Что ж, пожалуй, здесь мы закончили. Медицинское оборудование Салиона пропитано кровью представителей многих рас. Светло-голубой, фиолетовый, оранжевый. Во многих местах темно-красный. Это наша человеческая кровь. Но больше никто не пострадает от рук этого безумца. Его карьера окончена. Пора возвращаться на Нормандию. Так, ну, вот так надо с маньяками поступать. Хотя первая идея Гаруса мне больше понравилась. Он... Да блин! Ну, пожалуйста! Есть! Пистолет седьмого уровня, девятого и штурмовая винтовка седьмого взять. Тут у нас что? Низкий уровень дешифровки. Понятно. Да твою налево. Вот так. Турианис. О! Гарус что-то перепало. биоусилители. Вау! Класс! Так, надо еще ту штуку вскрыть. Не надо было брать биотика с собой. Я думал, будет сложнее. Лиара умеет, так сказать, остановить врага. поэтому я ее взял. Думал, будет больше врагов. Надо сейчас вернуться и взять талии зору. Если получится, конечно, вернуться. Надо вскрыть последний ящик. Может, что-то ценное найдем. Я как раз почистил инвентарь. Так, вернуться. высадиться. Высадиться. Берем тебя, технические умения. У кого еще есть технические умения? И вот тебя. Да? Все верно? Давайте. быренько, быренько, быренько туда сгоняем. О, подождите, туда еще можно зайти. на мостик. Action stations. Да, блин. Аааа! Профукал момент. Ладно. Штурмовая винтовка, снайперская винтовка. Нормально. Посмотрим потом, что кому одеть. прямо сейчас, кстати, глянем, что мы гарасу можем. Так, на мостике никого, ничего. Все. Отряд, 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 браво. Ай, автораспределение, уже пофигу. так, хорошо. С этим разобрались. Блин, не то снаряжение. Так, эта винтовка лучше моей. хорош. Что еще? Так, возьмемся вот этот пистолетик. Ляре отдам вот этот потом. Гарус. Так, мы будем с Гарусом бегать или не будем на следующий. Не, наверное, не будем. Я шли отдам тебе и просто шмоточку турианскую. Тяжелая. нормально. А для талии нет шмоток? Нету. Ладно. Он не инструмент, снайперская винта. О, Гарусу можно снайперку отдать. Нормально. Все. А для меня брони нет. Легкая броня человек, тяжелая броня человек, средняя броня. Нет, особо ничего нет. Ладно. Все. Все, ребята, возвращаемся на корабль. ох, как раз к концу серии у меня кофеек закончился. Сейчас я еще спущусь с Гарусом поговорить. Это было его задание. Возможно, он что-то захочет сказать по поводу этого доктора, которого больше нет. Гарус, дружище, тебе есть чего сказать? Капитан, рад вас видеть. Все? Это все, что ты хочешь сказать? Так, да, вот здесь мы можем немножко поднастроить. Держи. Броня есть, что тебе дать? что на тебе вообще одето? Не, по броне особо ничего не дашь. к сожалению. Так, дробовик мы дадим не тебе. Держи вот этот пистолет. Шкафчик Гаруса, Эшли, Рекса, Тали. Вот, Тали. Тали с нами пойдет. Дадим ей вот это и пистолетик лучший. Забирай снайперку. Так, бонус к перезарядке. Усиление счета 0, бонус к перезарядке 0. Что-то не хочется мне на это менять. Да, по броне все печально. Все. Погнали. Подожди, подожди. Давайте еще Рекса, чтобы потом этого не делать. Держи, Рекс. Вот тебе дробовичок. вот тебе пистолетик нормальный. Биоусилитель. Так, ну, держи, вот. Биоусилитель. Неплохой. Хотя биоусилитель, наверное, стоит отдать вот этот отдадим Лиаре, да? Лиаре тоже пригодится. Биоусилитель. Держи, красавица. Так, с этим все. По броне легкая броня человек. О! О! Лиару смогли приодеть. Давайте что-нибудь ей вставим. Плюс 120 щиты, чтоб не дохло. Защита от физического урона. Щиты, точность в движении, сокращение времени восстановления. скорость восстановления щита. Не, лучше побольше щита. Защита от физического урона можно еще, кстати. Плюс 16%. Будет жить подольше. Без щита, наверное. Так. Винтовочка на 200, штурмовая винтовка. Почему я ее не видел? Так, секундочку. Давайте кое-что проверю. А, у меня 273, понятно. Так, ну, держи, Лиара. Или вот этот Мститель 5. Подожди. Что это Мститель? Они одинаковые. Дробовик. Фигня. Ляре нужен был пистолет, блин. Ну, ладно, пофигу. Все, в принципе, сойдет. Ладно, возвращаемся на мостик. И так, ребят, если вы хотите, чтобы серии по Масфекту выходили чаще, ну, это чисто ради интереса, конечно же, если у меня будет возможность записать серии, то я их запишу. Мне просто интересно, хотите ли вы этого вообще. Ставьте плюсик в комментариях, или просто пишите, да, хочу больше серий. Мне интересно, кто смотрит мое прохождение Масфект. Отзовитесь в чате. Так, друзья, на этом мы завершаем эту серию. В следующей серии мы летим на Ил, или куда там, гоняться за Гарусом и Властелином. Вот. Я с вами в данный момент прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. Конечно же. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok